Ранним субботним утром на отдаленной улице старшего лейтенанта Петра Житкова областного центра необычайно людно. Сюда пришли волонтеры, чтобы заложить вдоль дороги первую аллею на одной из самых молодых Ивановских улиц. Есть прекрасный человек, владелец питомника, который своей скромности сказал, что я бы хотела остаться инкогнито, который нам уже третий год выделяет саженцы лип. Он их выращивает, мы приезжаем их выкапываем и привозим по местному назначению. Это уже третья акция, которую мы проводим. Уже в городе высажено больше 140 лип в разных местах, а здесь у нас получилось вообще прекрасное взаимодействие еще и с городскими властями, с отделом благоустройства конкретно, потому что они здесь тоже сделали очень большую работу. Они подготовили участок. Во-первых, они его выделили, нам он понравился. Они его подготовили, здесь окосили, привезли необходимый инструмент, воду для полива. Перед тем, как дети и взрослые разбились на группы, для них провели мастер-класс, как правильно сажать деревья. Например, нельзя допускать, чтобы лунка оказалась слишком глубокой и уровень земли у корневища оказался ниже уровня почвы. Не рекомендуется слишком много воды лить, нельзя делать слишком большую горку, нельзя сажать деревья криво, то есть их надо ставить ровно. Вот, в принципе, все. В ходе мероприятия благотворительный фонд «Созвездие плюс» организовал сбор помощи. На добровольные пожертвования особенные ребята смогут заниматься и по спорту. Общение с животными порой лечит не хуже лекарств. У меня ребенок уже знаком с лошадьми, вот, то есть знать, что это там, что это такое. И ипотерапия, она очень, ну, это очень дорого, потому что и не каждая мама сможет себе это позволить. А вот если это благотворительно будет, то это будет прекрасно. Общение с лошадью, когда ребенок занимается, у них горят глаза. Вот это вот тепло от лошади, вот это, я не знаю, просто надо видеть, когда они занимаются, когда они ее просто даже гладят и кормят, у ребят горят глаза. Все волонтеры, сажавшие деревья, получили сертификаты участника. На этот раз добровольцы посадили вдоль улицы Петра Житкова 80 либ. Но, скорее всего, у этой акции будет продолжение. Район молодой и требует к себе внимания. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.